Друзья, всем привет! Всем здравствуйте! Как вы видите, в продаже появилась команда профессионалов. И сегодня будем говорить про танк 10 уровня, а именно про АМХ-30Б. Если очень сильно захотите, то завтра, возможно, ребят, сделаю видос про АМХ-31 прототип. Ну, если вкратце, ребята, что касается 10-9 уровня, могу сказать, что это хороший СТ, если ты хорошо играешь. Все очень просто, если ты понимаешь, что тебе нужно делать на средних танках, особенно с такими явными уязвимыми зонами. Хотя, после последнего ребаланса 30Б стал неплох. Итак, давайте, ребят, быстренько его с вами переведем в чувство, посмотрим, как он выглядит в топовом состоянии, нацепим на него камуфляж, посмотрим его технические характеристики и уже потом пойдем в рандом. Я слышал, что этот танк даже называют якобы Леопардом, французским. Ну, уж не знаю, до Леопарда ему, наверное, все-таки далековато, хотя брони у этого танка реально больше. Но он хотя бы не шьется в маску, если мне не изменяет память. И иногда что-то может танкануть ВЛД. Вы скажете, что и Леопард иногда танкует, но Леопард, ребята, танкует не потому, что он очень бронированный, или у него есть какая-то броня, а он танкует благодаря ВБРу. Так, давайте, наверное, боекомплект мы с вами немножко изменим, потому что такого количества фугасов точно не нужно. В снаряжении, в амуниции нет никаких необычных расходников, никаких там калибровок, никаких порохов, ничего такого нету. Поэтому все привычно и, соответственно, распределение снаряжения и амуниции тоже достаточно известно. Итак, что касается по прочности, у меня в оборудке плюс КХП 1908, броня во лбу башни 120, не забываем про лючок, в вортах башни 80, и как для СТ это не самые худшие показатели. В корме 30, в корме башни, в корме корпуса по 30 миллиметров, и это означает, что все фугасы заходят от ЛТ, от СТ, не говоря уже про тяжелые танки и ПТ-САУ. Во лбу корпуса 55 иногда, иногда, ребята, какого-то несведенного танка ты можешь все-таки получить непробитие. Какой-то танк, который не любит выцеливать, который не любит сводиться, все-таки может тебя непробить. В бортах корпуса 35 миллиметров, и если я не ошибаюсь, этот танк очень здорово горит. Обзор 307 метров, маскировка, ну параметры этот нас не очень интересует. Урон в минуту 3563, неплохо. Перезарядка 5,9, кумули 295, имеет пробитие ББшки 250. Ну, могу сказать, что есть на кумулях и выше пробития, там около 300 есть, точного СТ. Средний урон 350, на голде 300, на фугасах 400. Сведение неплохое, 2,8, разброс 0,290, то есть достаточно точный танк. Увен 10, максималка 62 километра в час. Хорошо, посмотрим на 30Б в бою. Есть ДПМ, есть точность, есть комфорт стрельбы. Все это нужно как-то соединить воедино и уже быть максимально эффективными именно в каточках. Не знаю, всегда, ребят, заканчиваются плачевно мои попытки заехать на гору, особенно когда у нас есть у команды противников какие-нибудь бачаты, там шерики и так далее. 346, неприятно. Так, хорошо, давай думать. У нас все стоят сзади. Давай попробуем, может быть, на маяк. Какой-нибудь прям большой дугой такой, чтобы не засветиться. Но у них ПТ еще стоит, которая не светилась. Так, все, нас засветили. ПТ-шек не боишься вообще? Может, он, конечно, об этом не думает? За камнями никого не вижу, ребят. Нет пробития. А, ПТ не там, все. Пробил. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, так, на самом деле, без особого настрела. Точнее, не то, чтобы без особого, вообще без настрела. Очень хочется в Ягу пострелять еще успеть. Нет, танк прикольный очень. Мне понравилось, ребят, его орудие очень сильно. Орудие прям, ну, правда, хорошее. То есть, комфортное, точное. Ну, если выцеливаешь, то в целом даже, наверное, можно сказать, что проблем с пробитием нет. Если сводишься, если знаешь, куда выцеливать, прикольно. Если бы я остался, кстати говоря, вот в той позиции, играл бы от горочки, мне кажется, здесь бы... До свидания. Здесь бы мы проиграли. Я вовремя не увидел Ягу, ребят, что она не стоит. Почему я опасался? Я боялся, что Ягдпанзер стоит на их, ну, на их респе, ну, в обычных, типичных, всем известных кустах. Ну вот, но он, видишь, поехал в город. И мне кажется, что до того, как он засветился, уже был момент, когда можно было его там увидеть, этого Ягдпанзера. Ладно, идем дальше. Посмотрим, ребят, на 30Б. Кстати, говоря, надо будет сейчас посмотреть, что по фарму. Все-таки это коллекционка 10 уровня. Ну, вряд ли стоит ожидать какую-то доходность. Но в минус уходить не будете. Так, у нас СТБ. Это углы. Так, бат, я надеюсь, что-нибудь от кустов засветит. Там тоже бат, прога. И 60, блин, 62-ка плохо. Угу. Кайф, конечно, по точности, просто круто. Ну, через центр тупо ехать. Там тяжи все-таки их вражески. Феноменальная 62-ка, танкующая, непонятно чем. Тот самый случай, когда тяжелый танк пробить легче, чем средний. Ну, это ненормальная такая броня, ребят. Это просто непробиваемая ВЛД. Просто непробиваемая. Тот самый случай, ребят, когда позиция выбрана корректно. Длина стрела, имею в виду. Пробитие. А-а-а. Ребят, 50Б дали калибровку прицела, да? Пробитие. Рикошетом каким-то шальным пробил. Хорошо. Блин, классный танк, ребят. Че я на нем раньше не катал? Давайте теперь на бронированные 62-ка поедем. Ну, подожди, свали ты, свали. Мне нужно 5К доделать. Ладно, не успели доделать. Надо было два выстрела хотя бы дать, чтобы было 5000. Прикольно. Прикольно. Но тут повезло, да. Здесь повезло, что я не поехал. Все-таки ЗСТ, как изначально планировал, остался на центре. Потому что понимал, что ПТ и тяжелые танки, они откуда-то должны были выкатить. Так, 4700. Второй знак классности. Плюс 62 тысячи. Прекрасный, ребята, это результат. Покупателя нет. Только в том случае, если у тебя есть понимание, что оно из себя представляет. Покупать предложение за 25 точно нет. Купить 30Б, купить первый прототип отдельно, да. Но 17500 выглядит, как будто бы дороговато. Вот за пятнашку я бы всем посоветовал бы. За десятку брать 31 прототип. Ну, девятка неплохая. Я думаю, да. Вот это почему-то дороговато выглядит. 17500, старый танк, не всем подойдет. Наверное, за пятнашку я бы еще подумал бы. Все, народ. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставили лайк. Ну и, конечно же, самое важное, это подписаться на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok